Добрый вечер! Вы смотрите новости ТВК в студии Екатерина Лукашенко. Сегодня воскресенье, 17 июня. И сейчас мы подведем итоги этого дня. Похвастаться нечем. Специалисты Greenpeace составили рейтинг самых грязных городов России. Красноярск оказался в красной зоне. Старт предвыборной кампании партия власти утвердила Александра Уса в качестве кандидата на пост губернатора края. Популярное тревел-шоу в Красноярске, чем удивил наш город искушенных путешественников. Клиента-ориентированная мэрия. Как в Казахстане организована работа городских служб, расскажем в заключительной серии проекта «Красноярск. Алмата». Красноярск вновь оказался в числе городов с самым грязным воздухом. В этот раз рейтинг составили специалисты Greenpeace. Накануне чемпионата мира по футболу они провели исследование на предмет влияния транспорта на качество воздуха. У властей городов сотрудники узнавали, как проходит развитие общественного транспорта, производят ли замеры качества воздуха, ограничивают ли в городе движение транспорта с низким экологическим классом и как развивается велоструктура. В итоге Красноярск оказался в красной зоне. Специалисты Greenpeace пришли к выводу, что у города нет четкого плана решения экологических проблем. Это означает, что местная администрация либо недооценивает важность борьбы с загрязнением воздуха от транспорта, либо действует неэффективно в решении проблемы. В зеленой зоне среди сибирских городов Томск и Иркутск здесь у властей есть адекватный план по развитию транспортной сети, а Новосибирск оказался желтым. Инициативы есть, но их пока недостаточно. И сегодня же стало известно, что на решение экологических проблем Красноярску выделят более 100 миллиардов рублей в течение ближайших пяти лет. Об этом сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на главу региона. Средства будут выделяться как из федерального, так и из регионального бюджетов. И будут направлены не только на решение проблем выбросов в атмосферу, но и утилизации мусора, создания новых парков. Ранее президент России Владимир Путин дал поручение правительству страны совместно с кабинетом министров края сформировать план мероприятий по улучшению экологической обстановки в Красноярске. Заснул за рулем и сбил пешеходов. Накануне в Москве таксист въехал в толпу прохожих. На записи с камер видеонаблюдения автомобиль резко сворачивает с проезжей части, избивая сразу нескольких человек. После водитель вылезает из машины и начинает убегать. Однако прохожим, которые кинулись за нарушителем в погоню, все же удалось задержать мужчину. В результате инцидента пострадали 8 человек, двое из них граждане Мексики. Сейчас 7 человек находятся в удовлетворительном состоянии, один получил травмы средней степени тяжести. Водитель оказался гражданин Киргизии. На допросе в полиции он заявил, что задремал за рулем и машинально нажал ногой на газ, одновременно повернув руль вправо. Сейчас на мужчину завели уголовное дело. А в Красноярске во дворе на Тобольской машина провалилась в яму. Автомобиль пришлось вытаскивать тросом. Местные жители рассказывают, проезд раскопали три недели назад. Вырыли яму, место огородили и на этом работы закончились. Но позже все ограждения куда-то исчезли. Новости ТВК обратились за пояснениями в администрацию Ленинского района. Там пояснили, делают ливневку. По адресу улицы Тобольская, 25А, проводятся работы по ремонту проезда в рамках муниципального контракта. Контрактом были запланированы работы, в том числе устройства дренажного септика для сбора поверхностных вод с проезда. После этого сообщают местные жители, на место привезли гравий, а опасный провал огородили. Перекопали придомовую территорию и на улице Гладкова, 19. Там проходит ремонт по программе благоустройства. Правда, по словам местных жителей, до начала работ все выглядело гораздо лучше. Мало того, что тротуар, который ведет к подъезду, стал меньше по ширине, так еще и бордюры установили криво. К концу пешеходная дорожка значительно сужается и места не хватает. Рабочие же на замечания жителей никак не реагируют. Они говорят, что криво уже стояло. То, что было раньше, оно было пошире. На машине хотя бы можно было человеку подъехать и там, допустим, кто-то вот в подъезд там вещи там разгрузить свои смог. Или там, не знаю, скорая поближе вот подъехать. Бывший ректор СФУ Евгений Ваганов назначен внештатным советником губернатора Красноярского края. Соответствующее распоряжение подписал в Рио губернатор Александр Уз. Эту информацию новостям ТВК подтвердили в пресс-службе ВУЗа. Известно, что в новой должности Ваганов будет заниматься вопросами науки и образования. Примечательно, что Ваганову уже предлагали занять аналогичную должность, но в правительстве Хакассии. Напомню, Евгений Ваганов возглавлял ВУЗ более 10 лет и покинул пост в октябре прошлого года. Сейчас исполняющим обязанности ректора является Владимир Калмаков. Кандидат в губернаторы. Сегодня прошел региональный съезд Единой России. Члены партии утвердили Александра Уза в качестве кандидата на должность губернатора Красноярского края. Подробности в сюжете Дениса Козлова. Все раз поприветствуем. Поприветствуем, Даша. Сегодня в БКЗ собрались около тысячи делегатов от партии власти со всего края, чтобы утвердить кандидата, который будет участвовать в губернаторских выборах и определить основные тезисы его предвыборной кампании. Программа руководителя региона, очевидно, должна охватывать стратегию и план работы по ключевым отраслям и направлениям. Но, собственно, рождаться она будет сейчас. В праймерис приняли участие два кандидата. Это Вера Наумова, член партии из Шарыпово, и в Рио губернатор Александр Уз. Он обозначил основные направления развития региона до 2025 года, которые касаются реализации крупных инвестпроектов, решения экологических проблем, повышения привлекательности края для молодежи и не только. Это и улучшение качества управления и, прежде всего, поддержка муниципального уровня, оздоровление финансов, диверсификация экономики, поддержка сельскохозяйственного производства, малого и среднего бизнеса, совершенствование транспортной инфраструктуры, улучшение материальной базы учреждений социальной сферы, совершенствование механизмов социальной защиты. После кандидатов выступили эксперты со своими предложениями и пожеланиями. Край обладает колоссальным потенциалом, это и добывающие отрасли, и высокотехнологичные отрасли. Поэтому я считаю, что того потенциала, который сегодня обладает Красноярский край, достаточно, чтобы преодолеть все сложные препятствия, которые сегодня имеют место быть. И, безусловно, краю нужен такой лидер, который способен возглавить команду Красноярского края. По итогам заседания подавляющим большинством голосов делегаты решили, что представлять партию власти на сентябрьских выборах губернатора будет Александр Викторович Ус. Выборы губернатора Красноярского края пройдут уже 9 сентября. Кто еще будет претендовать на должность главы региона, мы узнаем совсем скоро. Денис Козлов, Михаил Зинкевич, Новости ТВК. Сразу после рекламы расскажем, как в Красноярске прошли съемки популярного телевизионного шоу о путешествиях. И заключительная серия проекта «Красноярск. Алма-Ата» сегодня о необычном взаимодействии чиновников и жителей. Вы смотрите Новости ТВК. Мы продолжаем выпуск. Орел и Решка в Красноярске, ведущие известного тревел-шоу, сегодня снимали выпуск про наш город. Новый сезон программы посвящен городам России. Какие места посетили столичные гости у нас? По словам следам, Орла и Решки сегодня путешествовала Софья Питеркина. А вот здесь каждый день в 12 часов раздается торжественный тайм из этой пушки. Так что я точно знал, во сколько я здесь должен быть. 12 дня и съемочная группа передачи «Орел и Решка» начинает свое путешествие по Красноярску. Два оператора, ассистент и ведущая, рэпер Витя Ака. В паре с ним телеведущая Жанна Бадоева. Кто со 100 долларами, а кто с золотой картой, неизвестно. График съемок очень плотный, ведь за два дня нужно успеть проехать по всем самым знаковым местам нашего города. Например, посетить часовню «Пороскево-пятница» и услышать залп пушки. Съемки на одном месте занимают не больше часа, несколько дублей и поехали дальше. Следующая локация – ресторан. Ну а прямо сейчас мы находимся на еще одной точке маршрута программы. Это один из популярных ресторанов города. Вот за этими дверями в банкетном зале идет съемка, но зайти мы туда не можем, поскольку показывать кадры съемочного процесса до выхода программы в эфир запрещено. В ресторане суета, хотя к приезду программы все готовились заранее. Успеваем поймать шеф-повара. Рассказывает, гости выбрали блюда с настоящим сибирским колоритом. Заказали фирменную стаганину плашколу. Заказали фирменную закуску чизкейки оленой и лениной. Заказали салат с омолем. И заказали наше фирменное горячее блюдо. Это муксун фикантной панировки с кашей с кедрового ореха. Известно, что в это же время другая ведущая Жанна Бадоева побывала в ресторане в центре Красноярска, а также посетила заповедник Столбы. Фотографии она поделила в своем инстаграме. Это скалы, которые образовались 370 миллионов лет назад. Представляете, что там наша жизнь, красота и мощь? Если будете в Красноярске, обязательно посмотрите. К слову, вчера она также была замечена на открытии сезона «Театра на крыше». Полный же маршрут ведущих, загадка в том числе и для нас. Но главной интригой, как всегда, остается, кто же здесь будет богатым, а кто бедным – орел или решка. Софья Питеркина, Сергей Малафеев, Новости ТВК. Водные гимнасты, световое шоу и фокусы. В Красноярске состоялась премьера новой шоу-программы «Цирк на воде Шевченко-шоу». Это представление уже побывало во многих городах мира, и теперь артисты приехали в наш город. В шоу задействованы мастера спорта международного класса по синхронному плаванию, а также акробаты, фокусники, воздушные гимнасты. Мне все понравилось, но один номер больше всех понравился – акробатический. Там просто акробаты красиво и слаженно двигаются. А в воде синхронное плавание, там тоже как слажено движение, какие слаженные движения, и все номера исполнялись очень красиво. Билеты можно приобрести в кассах «Цирка». Стоимость их от 800 до 1800 рублей. А сейчас заключительная серия проекта «Красноярск. Алма-Ата». Сегодня расскажем о взаимодействии чиновников и горожан. Почему для того, чтобы обратиться в мэрию, достаточно просто отправить фото или смс. И почему в Алма-Ате власти стремятся не закрываться от горожан, а наоборот активно дискутировать с ними. Расскажем в сюжете далее. Город для людей, база вакансий, календарь событий. Это общественная приемная. Можно позвонить прямо с WhatsApp. Найти можно все – так описывает эту систему жительница города Алма-Ата Айгуль Алиясова. Многофункциональный сайт для обращения и обмена информацией у Акимата появился сравнительно недавно. Но на нем можно посмотреть любую информацию в режиме онлайн. Причем, чтобы найти ее, много времени потратить не придется. Здесь все справочники, всех исполнительных органов, всех городских служб, карты, пункты приема вторсырья, планы работ по ремонту дорог, что очень важно, потому что город постоянно обновляется. Можно встать в очередь в детский сад. И этот сайт – только один из инструментов огромной информационной системы. Называется она «Опен Алматы». А сердце этой системы в этом самом центре. Здесь принимают любые заявки от горожан. Их обрабатывают диспетчеры. При этом спектр заявок может быть абсолютно любой – от вызова скорой на улицу до обращения по сложным юридическим вопросам. В офисе находятся представители региональной городской власти, Акимы районов, представители прокуратуры, медицины, госорганов, ЧАЭС и другие специалисты. Но для нас такой сервис – чудо, а для алматинцев – обыденность, налаженная система, к которой все давно привыкли. Для того, чтобы горожанам было удобно, для того, чтобы повысить прозрачность оказываемых услуг государством, для того, чтобы уровень услуг, которые оказывает государство для населения, оно перешло на совершенно новый этап клиентоориентированности, чтобы не было впечатления, что госорганы закрыты, чтобы человек, придя с каким-то обращением или жалобой, или заявлением, смог почувствовать себя нужным, понимаете, чтобы его выслушали, чтобы ему помогли, чтобы он не бегал, не стучался по закрытым кабинетам. К жителям города чиновники относятся как к клиентам, а клиент всегда прав, то есть прав любой, кто обращается к властям. Поэтому рассматриваются абсолютно все заявки, приходящие диспетчером. И на все горожане получают ответ – убрали, исправили, починили, приняли к сведению и поможем. В течение двух недель каждое управление, куда подается заявка, она обрабатывается в течение двух недель. Потом, соответственно, приходит на их личный кабинет. Любой заявитель, который приходит по своей проблеме, он может зайти в свой личный кабинет и посмотреть, пришел ли ответ или нет. И такая прозрачность может поразить некоторых гостей города, особенно если ты приехал оттуда, где диспетчерскую службу порой невозможно дозвониться. А чтобы попасть в многофункциональный центр, иногда нужно простоять в очереди по три часа. А сайт городской администрации может по 2-3 минуты загружать информацию. Алена Крашенинникова, Сергей Малафеев, Новости ТВК, Казахстан, город Алма-Ата. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова